МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот именно с этими пробелами нам помогает справиться авторская программа Яна Йоффа «Странички истории». Сегодня у нас вот такая встреча с нашим уважаемым Яном, который у нас на связи. Ян, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Вообще первая неделя июня, исторический календарь, конечно, событий очень-очень много. Если вы помните, 6 июня, это был 62-й год, это прошло уже 52 года с начала победоносной израильской шестидневной войны. Завтра, 5 июня, годовщина смерти Рейгана. Так уже вот быстро прошло и 15 лет. Есть еще одна памятная дата, 4 июня 1987 года. Тогда Рейган произнес у Броденбургских ворот в Берлине речь, которая оказалась пророческой. Это речь, как и речь президента Кеннеди, помните, которая была сказана на том же месте 25 лет назад, где Кеннеди сказал «Я берлинец». Кеннеди ее произносил тогда, когда началось строительство Берлиновской стены. Как вы знаете из речи Рейгана, вы, наверное, конечно, хорошо знаете одну фразу, ее часто цитировали. Рейган сказал «Господин Горбачев, пожалуйста, снесите эту стену». Я сегодня хочу просто напомнить, эта речь небольшая, я решил перевести ее вам, потому что полностью эта речь на русском языке, по-моему, не публиковалась, чтобы вы поняли глубину и насыщенность этой маленькой речи и ее историческое влияние на ход дальнейших событий. Рейган сказал «Мы, американские президенты, приезжаю в Берлин, потому что это наша обязанность говорить на этом месте о свободе. Я, как и другие президенты передо мной, пришел сюда сегодня потому, что куда бы я ни ездил, что бы я ни делал, и хабнох эйнен а ин Берлин. Я все еще имею чемодан в Берлине». Для тех, кто слушает меня в Восточном Берлине, хочу сказать следующее. Я обращаюсь к вам, как и к тем, кто стоит передо мною. Я присоединяюсь к вам и тем, кто живет на Западе с твердой и неизменной верой. «Эс гибт нур эйн Берлин». Существует только один Берлин. Те, кто сегодня собрался перед бренденбургскими воротами, каждый житель Германии разделен этой стеной. Ваш канцлер сказал, немецкий вопрос будет открыт так же долго, пока бренденбургские ворота будут закрыты. Я говорю вам, это не только германский вопрос, это вопрос свободы для всего человечества. Я не приехал сюда причитать. Я нашел в Берлине надежду, даже в тени этой стены. Сорок лет назад город был полностью разрушен. Сегодня Западный Берлин, процветающий город, из развалин, вы, берлинцы, благодаря свободе, построили новый город, один из лучших на земле. В 50-е годы Хрущев предсказывал, мы похороним вас, но сегодня мы видим в лете Запада, как свободный мир достиг уровень процветания беспрецедентного в истории человечества. В коммунистическом мире мы видим неудачу, технологическое отставание, низкий уровень здравоохранения и нехватка самых простых вещей, включая еду. Советский Союз не может прокормить себя. Можно сделать только один вывод. Свобода ведет к процветанию. Свобода побеждает. Господин генеральный секретарь Горбачев, если вы ищете мира, если вы хотите процветания Советского Союза и Восточной Европы, если вы ищете либерализации, приезжайте сюда, к этим воротам. Господин генеральный секретарь Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену. Стена не может устоять против свободы. Вот эта речь как раз через два года после этой речи Берлинскую стену, как вы снесли, и коммунизм Восточной Европы прекратил существование, а через два года распался и Советский Союз. Через два дня лидеры всех государств Европы соберутся в Нормандию отметить 75-летнюю годовщину вторжения операции Дидэй. Мы говорили с вами об этой операции в прошлый раз, но дата исключительно важна, потому что не столько хронологически там цепь событий, кто, что, как и почему, сколько она важна еще и потому, что она олицетворяет ту часть истории, о которой в Советском Союзе по разным причинам умалчивали. Вот вчера, например, министр, это было не вчера, это было, да, вчера, вчера, понедельник, министр иностранных дел России Лавров, он сказал, что на Западе систематически уменьшает роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, и что является искажением исторической правды и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, конечно, заключается в том, я бы не сказал, что на Западе кто-то уменьшает роль, эта роль признана всем миром, не только Западом. Все знают и о победах Красной Армии, и кто брал Берлин, скорее всего, наоборот, на протяжении всего послевоенного периода, в разное время по-разному, но в целом вклад Запада, именно вклад в общую победу над фашистской Германией, и в Советском Союзе, и в современном России, умалчивался, в основном умалчивался, или и привыезжался. Это все представлялось, там, эти военные действия на Западе, как какая-то такая легкая прогулка. Ничего не надо было делать, немцы бежали, немцы сдавались, и так далее, и так далее. Цифры, конечно, мы сейчас немножко об этом подробнее поговорим, они говорят об обратном. Ведь правда заключается в том, что союзные войска, им пришлось сражаться с лучшими немецкими дивизиями, освободить Францию, и продвинуться к границам Германии. Возможно, после высадки, после освобождения Франции, война и закончилась бы в 44-м году, если бы не логистика войны, а эта логистика, это организация бесперебойного снабжения, почти что 2-х миллионной армии, и сотен тысяч единиц техники, которая оказалась на территории Франции. Ведь это все огромное количество и солдат, и техники надо было снабдить всем необходимым, боеприпасами, продовольствием, бензином. У войны свои законы. Верховным углом командующих всех вооруженных сил союзников был назначен генерал Эзенхаур. Ему подчинялись командующие войсками Новой Зеландии, Австралии, Канады, Франции, Великобритании. План вторжения. Высадить первоначально 6 дивизий на пляжах Нормандии с кодированными именами Сворд, Дюна, Колд. Тут высадились британские и канадские дивизии, а на пляжах Омаха и Юта американские. На следующий день высадить еще 4 дивизии и после этого ежедневно после первоначальной высадки ежедневно высаживать еще одну дивизию и тысячи тонн боевого снаряжения, чтобы дать возможность уже высадивших войскам двигаться вперед. Как вы знаете, в тыл немцев были сброшены три парашютные дивизии, две американские и одна британская, с целью препятствовать продвижению немецких подкреплений. Высадка сопровождалась мощной огневой поддержкой как с моря, так и с воздуха. Бомбили стратегические дороги, ведущие к Нормандии, нефтеперегонные заводы и другие объекты стратегического назначения. Но чем дальше союзники углублялись вглубь Франции, тем более возрастало немецкое сопротивление. Очень становилось очень сложно сопровождение бомбардировщик истребительной авиации, которые прикрывали ее, потому что не хватало у истребителей запаса топлива для возвращения на свои аэродромы в Англии. Из-за отсутствия портов большие грузовые корабли, им негде было разгружаться. Ведь все надо было доставку делать вот через эти пляжи, куда могли подойти только небольшие десантные баржи. Вот. А Гитлер сделал все возможное, чтобы предотвратить высадку союзников. Был создан огромный комплекс оборонительных сооружений под названием Атлантический вал. Доты, бетонные стены, траншеи, сотни километров заграждений с колючей проволоки, два с половиной миллиона мин было закопано на пляжах, противотанковые рвы, заградительная тяжелая береговая артиллерия и пять миллионов антикорабельных мин было сброшено в море. Францию защищали 60 немецких дивизий. Из них пять танков, насчитывающих 1820 танков. Ну, а почти что две тысячи танков у немцев были, причем не просто, а самых последних моделей. Танковые дивизии немецкие были лучами в немецкой армии, с огромным опытом боевых сражений на Восточном фронте и в Северной Африке. Для сравнения, я вам только скажу, вот две тысячи дивизий, две тысячи танков, почти, которые были у немцев во Франции. Для сравнения, в июне 41-го года, во время вторжения немцев в Советский Союз, вся немецкая армия состояла из 148 дивизий и 3350 танков. Так что цифра две тысячи танков, находившихся во Франции, это серьезная, серьезная цифра. Составляя план обороны, немцы знали, что самым уязвимым местом для них будет огромное, подавляющее преимущество союзников в воздухе. Немецкое командование решило так. Наиболее слабые дивизии держать поближе к Атлантическому валу, поближе к берегу, поближе к океану, а наиболее сильные, включая танковые, держать в резерве, чтобы в случае необходимости одним ударом сконцентрировать их и остановить вторжение и сбросить союзников в море. Проблема заключалась в том, что только лично Гитлер имел контроль над этими танковыми дивизиями, и без его приказа никто не мог привести их в движение. Успех союзников при вторжении и заключался в том, что они смогли преодолеть первые линии обороны немцев, которые сразу не получили подкрепления. В начале немцы не были уверены, является ли вторжение в Нормандию главным, или это отвлекающий маневр, а главный удар будет нанесен в районе Английского канала, в районе Падекале. Через 10 дней после начала вторжения союзники уже высадили 600 тысяч солдат, и любые попытки немецкого генерального штаба послать подкрепление терпели ими удачу из-за полного превосходства американцев и англичан в воздухе. 27 июня американцы захватили после кровопролитных боев порт Шервург, но он был полностью разрушен и смог функционировать только в конце 1944 года. Французский город Каэн занимал важнейшее стратегическое положение. Его планировали захватить еще в первый день вторжения. Без взятия этого города британские и канадские войска не могли продвигаться вперед. Только все на бумаге бывает гладко. К этому времени городу подошли две танковые дивизии СС и остановили продвижение британских войск под командованием фельдмаршала Бернарда Монгомендри. Тяжелейшие бои за город шли весь июль. Массированные воздушные налеты союзников превратили город в Каэн в руины. И вот в этих развалинах немцы организовали оборону сражаясь за каждый дом. Характер боев чем-то напоминал Сталинград. Только за один день 18 июля 1944 года немцы уничтожили 200 танков и несколько тысяч британских и канадских солдат. За один день вот такие потери несли союзники. Было уничтожено 200 танков. 18 июля американцы захватили важный ключевой город Сантло. Потери тоже были большие. 40 тысяч американских солдат было убито или ранено. Постепенно конечно союзники использовали свое огромное превосходство в воздухе и сломали немецкое сопротивление. И вот один пример. В начале августа 1944 года полторы тысячи американских бомбардировщиков сбросили на немецкие позиции 3,5 тысячи бомб. Это за один день в начале августа. Армия Паттона начала окружение немецких дивизий. Оценив сложившуюся солдацию Гитлер принял решение использовать все имеющие в его распоряжение резерва и контратаковать на стыке английских и американских армий. Но это контрнаступление превратилось в ловушку для немцев. Они наступали в узком коридоре ну где-то 50 километров в ширину огромными колоннами насчитываем десятки тысяч солдат танков и других машин. И они вот эти огромные колонны немцев стали легкой добычей союзной авиации. Немецкие колонны превратились в толпы отступающих и спасающих в своей жизни солдат. 120 тысяч немецких солдат во время этого контрнаступления попало в плен. 15 тысяч было убито. К концу июня было уничтожено 50 немецких дивизий. Оставалось 10. Но их судьба тоже уже была предопределена. 25 августа союзники освободили Париж. К этому времени немцы уже потеряли полмиллиона солдат. Конечно, когда-нибудь мы более подробно вообще расскажем, я хотел бы вам рассказать о ходе боевых действий за оставшиеся 9 месяцев войны и кровопролитом сражении в Арденах зимой 1944-1945 года. Здесь для последнего наступления на Западном фронте это вот подумайте. Конец 1944-1945 года. Красная армия наступает, приближается к Берлину. И вот в этот последний момент Гитлер решил вытащить последнюю карту последнего ТУЗа. Он решил организовать наступление не на Восточном фронте, а на Западном. Для этого он собрал 24 дивизии, из них 10 танковых. 16 января 1945 года битва в Арденах закончилась. Американцы потеряли 75 тысяч солдат, немецкие потери 69 тысяч убитыми и ранеными, 50 тысяч сдалось в плен. И вообще я хотел бы вам несколько слов сказать о воздушной бомбардировке Германии, потому что это исключительно важно. Благодаря этим бомбардировкам была уничтожена вся военная промышленность Германии. Только в 1944 году союзники сбросили на немецкие города 1 миллион тонн бомб. Часто во время одного налета принимали участие тысячи бомбардировщиков. Причем было организовано так. Значит, американцы бомбили ночью, а англичане бомбили днем. Потом они чередовались. Американцы днем, англичане бомбили ночью. То есть 24 часа в сутки тысячи бомбардировщиков бомбили немецкие города. Конечно, вы знаете, были уничтожены полностью такие города, как Дрезден, как Кёльн, как Гамбург и почти весь русский индустриальный район. Все заводы, выпускающие вооружение и синтетическое топливо. Только во время этих налетов погибло полтора миллиона мирных жителей Германии. Но и потери союзников были огромны. В 44-м году англо-американские войска теряли 600 тяжелых бомбардировщиков в небе над Германией. Вот за это время бомбардировок за все время погибло более где-то около 100 тысяч человек. В одних источниках называется 60 тысяч летчиков, но вместе с членами экипажа бомбардировщиками эта цифра приближается к 100 тысячам. Вот такие потери были во время налета на немецкие города. Наступил 45-й год. Последние судороги Германии и Германии на Западном фронте. В контрнаступлении на Страсбурге немцы потеряли 25 тысяч человек, союзники 16 тысяч. О размерах любой операции лучше всего конечно говорят цифры. Хотя их много и они трудно запоминаются, но вы должны просто понять масштабы, что это не была легкая прогурка, это были тяжелейшие бои на всех фронтах. И представьте масштабы, что когда уже союзники вышли к Рейну, то при наведении понтонных мостов через Рейн фельдмаршал Монгоменри использовал 60 тысяч инженерных войск и понадобилось 250 тысяч тонн разного вида материалов и снаряжений, чтобы навести понтонные мосты для переправки английско-американская армия через Рейн. Уже в начале марта 45-го года, когда война приближалась к концу и армии генерала Патона и Монгомена перешли Рейн, только за одну неделю на немецкие оппозиции было совершено 15 тысяч вылетов тяжелых бомбардировщиков, 7200 средних бомбардировщиков и 30 тысяч атак истребителей. Это я подчеркиваю, это все случилось за одну неделю. К апрелю канадцы оккупировали Голландию, англичане захватили Гамбург, 1-й 9-й американской армии окружили немецкую группировку в Руле и взяли в плен 325 тысяч солдат. Еще 150 тысяч немцев просто разбежалось по местным деревням. 11-го апреля произошла встреча советской и советских американских войск на Эльбе. Был еще битвы и за Италию, кровавые сражения при взятии бельгийского порта Этверпен и многочисленные другие сражения. За два дня, когда уже победа была объявлена, 8-го и 9-го мая американцы и британцы сдались 2 миллиона немецких солдат. Еще 1,2 миллиона сдались Красной армии. Война была закончена. Пришел конец Гитлера. Пришел конец Гитлера, пришел конец гитлеровской Германии, пришел конец нацизму. Как вы видите, из цифр, еще раз я говорю, война на Западном фронте не была легкой, не была прогулка, как ее описывает советская пропаганда. и вообще ведь не упоминается мощное сражение в Северной Африке в 1942-1943 году и высадка в Сицилии, освобождение Италии, и сражение Вала Алмейна, это тоже очень массированное мощное сражение, в которых принимали десятки, сотни тысяч солдат и танковых армий. Об этом просто как-то не говорится, как будто этого ничего не было. Ведь немцы на Западном фронте потеряли здесь почти одну треть всех своих дивизий, одну треть, три четверти всех своих самолетов, почти весь подводный флот, 720 немецких подводных лоток было потоплено союзниками, и немцы потеряли 30 тысяч подводников. Кстати, потери у немцев на подводном флоте были самые большие из всех родов войск, применительно к общей численности, а потери в целом количества подводных лодок, которые были потоплены, составляли 92% от общего количества немецких подводных лодок, бывших в распоряжении гитлеровской Германии. То есть это была кровавая, тяжелая совместная война против фашистской Германии, и совместными усилиями была одержана победа. Конечно, теперь вот идут из Москвы причитания, да это не только вчера там, Лавров сказал, это все время, что вот принижают победы Красной Армии и говорят, что вся победа это союзники одержали. Это неправда. В моей личной библиотеке, где очень много материалов о Второй мировой войне, очень подробно описывается ход каждого сражения на Восточном фронте, говорится и о потерях, и цифры, и схемы, и танки, и просчеты, идут глубокие анализы, и американских генералов, и все это анализируется, все это как раз на Западе и на Западе знается. А вот это полное умолчание со стороны Советского Союза и нынешней России, о вкладе союзников во Второй мировой войне, это тоже чистейшая война, чистейшая воды, правда. Тем таки, вы же знаете, пропаганда это же дело такое, после, например, после окончания войны вся победа приписывалась товарищу Сталину, когда он был жив. Как только Хрущев, значит, решил культ Сталина разоблачить, ну, сразу, конечно, какой там победитель Сталин, никакого Сталина не было, все это сделала Советская армия. Потом немножко после Хрущева на пьедестал стал и один маршал, один победитель, значит, выдающийся, он и был выдающимся полководцем, генерал, маршал Жуков, но и опять там у него и свои, как у любого генерала, у любого маршала, никто, никто там не безупречен, это война, это тяжелая и кровавая, об этом можно говорить с утра до вечера, но вопрос заключается в том, ну, когда надо было Жукова, значит, принизить, когда Хрущев это, и принизили Жукова, потом прошло опять время, опять стали возвеличивать Жукова, но сейчас опять немножко Жукова, немножко в России, если кто внимательно следит, его немножко поменьше культ, а сейчас уже возрастает культ личности Сталина, значит, а Сталин выходит опять на первое место как победитель, вот что такое, вот что такое искажение так называемой исторической правды, вместо спокойного объективного анализа истории, кто, куда, где, кто внес свой вклад, идет, это вот такая нехорошая привычка идеологии, делать историю, больше придавать какой-то ей план идеологии, сегодня одно, завтра второе, сегодня есть великий наследник всех победителей, он не такой, конечно, орденоносный, как товарищ Брежнев, но Путин является полным наследником всех этих побед, но об этом совсем другая часть, я хотел бы вам сегодня сказать вот о чем, я в прошлый раз совершенно пропустил, но хочу это восполнить, но кто же командовал войсками союзников, кто привел их в победе, начнем с главнокомандующая, Дуайт Эзенхаур, главнокомандующий, он родился 14 октября 1890 года, умер 28 марта 1969 года, он принимал участие в двух крупнейших операций союзников, операция Торч, это так называлась высадка союзников в 42 году в Северной Африке, и операция Оверлорд, Дидей, это 44-й год вторжения в Нормандию, Эзенхаур один из пяти американских генералов, который имеет на погонах пять генеральских звездочек, вы знаете, в американской армии нет звания маршал, и пять звездочек генералов, это самое высокое звание в американской армии, так вот, таких генералов за всю историю Второй мировой войны, у американцев всего было пять, один из них был Эзенхаур, он закончил известную американскую военную академию в Вестпойн в 1915 году, и в 30-е годы он служил офицером в штабе генерала Макартура, а вот когда начала Вторая мировая война, он был только майором, так что это абсолютно уникальный случай, Эзенхаур начал войну, Вторую мировую войну майором, а закончил ее пятизвездочным американским генералом, командующим всеми войсками союзников, это, пожалуй, единственный офицер, который совершил вот такую головокружительную корниру, вот, он характериз... у него он все, кто с ним работал, отличали его великолепно обширные знания, и военные, и общее знание, он отличался выдержкой характера, умением принимать оперативное решение, сильнейшее решение, он привлек внимание начальника генерального штаба американской армии Джорджа Маршалла, который его назначил на высокую штабную должность в 42-м году, и неожиданно его назначили командовать всеми американскими армией после этого на театре, на всем театре войны, перед этим он, кстати, был главнокомандующим американской высадкой в Африке, так что, несмотря на отсутствие боевого опыта, он умело провел высадку союзников в Северной Африке, он показал свое стратегическое получил высшую должность верховный командующий всех вооруженных сил союзников. До конца военной кампании в Европе Эйзенхауэр приложил все свое мастерство для сглаживающих и возникающих оперативных конфликтов между английскими и американскими генералами. Даже в тельнейшие дни сражения в Арденах он увидел возможности для разгрома врага. После войны он стал начальником генерального штаба американской армии, а затем главнокомандующим НАТО и был два срока президентства Соединенных Штатов с 1953 по 1961 год. С именем Эйзенхауэра связано эффективное лидерство и руководство в военное время и во время президентства. Одним из самых выдающихся достижений Эйзенхауэра на посту президента стал его закон о создании в Америке междуштатной системы хайвеев, когда было построено тысячи миль скоростных дорог, которыми мы с вами пользуемся до сегодняшнего дня. Пришло время для небольшого перерыва и продолжим присоединяйтесь к нам. Уважаемые друзья, мы возвращаемся в программу Яна Йофф и странички истории. В этом сегменте, как всегда, Ян согласился принять ваши звонки, постарается ответить на ваши вопросы. Номер телефона в студии 847-400-5200. Я прошу вас, я вам дам знать, как только появятся звонки. Спасибо. Еще один выдающийся американский пятизвездочный генерал Амар Брэдли. Он родился 12 февраля 1893 года, умер 8 апреля 1981. Основные сражения, в которых он принимал участие в Сицилии в 43-м году, Нормандия в 44-м году, Ардены в 44-45-й год. Как и Зенхаур, он окончил военную академию Вестпойнт в 1915-м году. К началу Второй мировой войны он уже был бригадным генералом. В начале 43-го его послали в Северную Африку на помощь Зенхауру. Эта компания принесла американским генералам много боевого опыта. Из необученной, необстрелянной армии новобранцев американская армия превратилась в серьезную боевую машину. Как говорил сам Брэдли, здесь, в Северной Африке, мы научились ползать, ходить и наступать. Ян, прошу прощения, если вы позволите, я бы принял второй подзвонок. Добрый день, вы в эфире. Я как раз, меня слышно? Да, да, говорите, пожалуйста. У меня по этой тематике как раз к Яну Офе вопрос. Я очень много интересовался и интересуюсь и знаю и согласен с многими цифрами, которые, теми цифрами, которые Ян приводил. Значит, в России они приняли закон о том, что, значит, препятствование фальсификации истории. По существу это закон об предложении фальсификации истории. Вот так надо ее назвать. То есть они хотят сохранить ту фальсификацию, которую длительное время навязывали. Но это вот такое. Второе, с самого начала так называемая Великая Отечественная война, вырванная из контекста Второй мировой войны, названа неправильно. Советский Союз никогда не воевал с фашистской Германией. Вот в своей истории. Советский Союз воевал с нацистской Германией. А это две большие разницы. Почему Советский Союз все время на Советском Союзе, кроме всех стран мира, в большинстве своем, называли неправильно, дали название этой стране, с кем воевали. И немцы, которые попадали в плен, они их называли фашистами, они не понимали нацистских. Вот это вот ваша точка зрения. Моя в том плане, что фашистским был как раз Советский Сталинский Союз. По всем критериям Берта Ука, Сталинский Советский Союз был фашистским государством. Спасибо большое. Давайте дадим возможность, Яна, ответим. Давайте быстро, быстро, быстро ответим. У нас самый большой недостаток, наверное, это вечное отсутствие времени. Значит, первое, вообще вы правильно подметили абсолютно закон о фальсификации истории, конечно, вы очень точно сказали, скорее всего, это касается именно продолжения той фальсификации истории, которая существовала в Советском Союзе и существует в современной России. Что касается фашистской Германии, то вы тоже правильно подметили слово фашизм, это итальянского происхождения обозначает в Древнем Риме это обозначал пучок стрел, связанных вместе. И Муссолини взял название, чтобы показать мощность и единство этой партии, его партии Муссолини, он их назвал фашистами. Германии, конечно, очень удивлялись, потому что вы абсолютно правы, нацистская Германия, нацист был, национал-социализм был, идеология Германии, ну а сейчас у меня нет времени рассказывать отличия нацизма и фашизма, у них есть какие-то отдельные общие, один, у них только один только общий момент, что у фашизма идея государства это все, ничего вне государства, человек и живет ради государства, и рождается, и умирает, все для государства, а диктатор этого государства, Муссолини, там, или Гитлер, это и есть олицетворение той страны, в которой этот диктатор безраздельно правит, но у нацизма совершенно другая, это воинствующая идеология, расовая идеология, значит, вот это все, но что касается, да, так оно и есть, к сожалению, глубокому сожалению, ну, что делать, история всегда очень такой предмет, который поддается разному интерпретации, и поэтому власть имущий всегда его пользует в своих соображениях и целях. Спасибо большое. Ян, продолжайте, пожалуйста, пока нет звонков. Спасибо. Да, значит, так вот, Брэдли, значит, он был в Северной Африке, это, при нем была сильно подтянута боеспособность американской армии, находившейся в Северной Африке. Летом, в 43-го года, Брэдли командовал уже корпусом, а при вторжении в Нормандию он возглавлял 1-ю американскую армию. Ему принадлежит огромная заслуга в прорыве немецкой обороны на пляжах Нормандии. Затем Эзенхарм назначил его командующий 12-м армейским корпусом, куда входило 4 армии с общей численностью 1 миллион человек. И здесь он показал себя выдающимся военачальником от сражения в Орденах до форсирования Рейна и окончательного поражения Германии. После войны он стал первым заместитель, первым начальником генерального штаба объединенных штабов Севродовольск и получил свою, как я уже вам сказал, пятую генеральскую звезду, попав таким образом в пятерку самых выдающихся американских генералов. Еще один генерал американский генерал Марк Кларк он принимал участие во Второй мировой войне и принимал участие в Корейской войне, где был командующий войсками НАТО. Основные его сражения это операция Торч в Северной Африке, итальянская компания, которую он возглавлял, включая сражения Монтаказина в 44-м году и Анзи. Марк Кларк он был сыном армейского офицера, командовал батальоном Первой мировой войны. Не буду долго о нем говорить, о его военных действиях, но он совершил одну серьезную ошибку, которая не позволила ему получить пятую звезду. Во время вторжения в Италию, вместо того, когда немцы начали отступать на север Италии, вместо того, чтобы преследовать отступающие немецкие армии, не дать им возможность нигде закрепиться, он решил прославить свое имя и взять Рим, бессмертный, Рим не был разрушен, значит, все это так, и он действительно является тем генералом, который первый вошел в Рим, но немцы отступили, отступили на север, укрепились в Италии, потом сдержали наступление американной и английской армии еще на 7 месяцев, вот это его была крупная стратегическая ошибка. Один из самых выдающихся американских и самых таких противоречивых был Джордж Паттон, Паттон. Родился в ноябре 1885 года, погиб в автокатастрофе 21 декабря 1945 года. Он, как я уже вам сказал, один из самых противоречивых американских генералов, наводивший страх на немцев и пользовавший большой популярностью и уважением своих солдат. Как и большинство американских боевых генералов, он тоже выпускник Вестпойна. Он служил в кавалерии. В 16-17 году принимал участие в многочисленных стычах с бандитами в Мексике, а затем стал первым американским офицером, командиром танкового батальона в Первой мировой войне, где сразу понял исключительную важность танков. В 40-м году он оставил кавалерию, чтобы служить в механизированных войсках. В ноябре 42-го года командовал танковым корпусом во время вторжения в Северную Африку. В 43-м его направили в Тунис, где он превратил очень слабый 2-й американский танковый корпус в мощное эффективное боевое подразделение. Яростный поборник армейской дисциплины, строго соблюдавший порядком ношения военной формы. Еще во время кампании в Тунисе, где он впервые встретил британского генерала Бернадо Монгомери, между ними вспыхнули разногласия, трения, которые превратились в личную неприязнь. Войска, как вы знаете, немцы и итальянцы сдались в Тунисе в мае 43-го года, и тогда-то эта численность сдавшихся немецких и итальянских хост превысила четверть миллиона солдат. Потом Паттонна получил назначение возглавить 7-ю американскую армию вторжения в Сицилию. Вторжение было очень успешным, но здесь с ним произошел эпизод, который надолго омрачил его военную карьеру. Посетив в госпиталь в Сицилии, где лечились ранены, он увидел одного американского солдата, который был сильно контужен. Вот. А ему показалось потом, что этот солдат скрывается в госпитале от боевых действий. И, в общем, состоялся такой разговор с этим солдатом. Тот отвечал не очень внятно и потом не выдержал, он снял перчатку и этой перчаткой ударил солдата по лицу. В отличие от Красной армии, где избиения или расстрелы военнослужащих за разным войскам по разным преступлениям были, конечно, массовыми, это был вопиющийся случай. И, несмотря на то, что он боевой генерал, в Америке сразу были приняты жестокие меры. Значит, Эйзенхаур немедленно отстранил его от руководства армии и отослал в Англию, где он возглавил так называемую несуществующую армию вторжения. Это союзники маскировали, делали воздушные танки, самолеты, чтобы показать немцам, что вторжение на континент будет через английский канал, через подоколе. Даже назначили боевого генерала, Патона, командующий этой несуществующей армией. Но боевые генералы, конечно, не могут долго сидеть в тылу. В январе 1944 года Патон возглавил третью американскую армию, которая и сыграла решающую роль в прорыве немецкой обороны в Нормандии. Это же его армия блестяще показала себя во время боевых действий во Франции. Но звездный час Патона, это пришелся на его роль в броске американских танков на помощь осажденной американским дивизией в Варденах. Трое суток армия танки Патона без остановки шли к полю боя и пришли вовремя. Немцы были разгромлены. После войны Патон стал губернатором Баварии, военным губернатором. Но в октябре 1945 года был отстранен от должности за нарушение политики де национализации Германии. Он принял на работу в гражданскую администрацию американскую несколько бывших немцев, нацистов, эсэсовцев. Ну и его сразу же отстранили от работы. Потом он подпал в катастрофу, как я вам сказал, и погиб. До пяти звездочек он так и не дождался. Время нашей передачи подходит к концу два буквально слова об английском генерале, который, я считаю, на мой взгляд, сыграл колоссальную роль, которую научил немцев понимать, что такое война. Это Артур Хэрис, это командующий бомбардировочной авиации Королевских Воздушных Сил, организатор стратегических бомбардировок немецких городов и военной промышленности. Вот и когда на немецкие города посыпались, именно посыпались тысячи бомб, и, конечно, были разрушены все немецкие города и погибло очень много мирных жителей, но немцы впервые тогда поняли, что война это не значит, когда бомбить там Лондон или Минск или другие города. Оказывается, и не крича все время «Хайл Гитлер», оказывается, война имеет и другой конец. Война и пришла на немецкие города. После войны этому блестящему стратегическому генералу либералы начали сразу присваивать кличку «убийца», что он убил очень много мирных жителей. Но мое мнение такое, что это выдающийся генерал, который способствовал разрушить всю немецкую военную промышленность. Да, и во время бомбардировки немецких городов погибли мирные жители. Но Германия до сегодняшнего дня будет помнить и знать, что такое война. Заканчиваю свою передачу и до следующей встречи. Спасибо огромное, Ян. Будьте здоровы. Увидимся или услышимся на следующей неделе. Пока.